Где ты, Йолдис? Ты ушла, ничего не сказав. Ну ладно, не опаздывай. Ваш кофе, господин Ферман. Спасибо. Афитос. Афитос. Кемаль, пожалуйста, Кемаль, не надо, умоляю. Пусти, Бахар. Кемаль, я верну обратно, пожалуйста. Слушайте, дети, что происходит? Кемаль, что ты делаешь? Говорю, пусти, Бахар. Я же сказал ему. Я ему сказал, что ему нужно держаться от себя подальше, но... Он это делает специально. Хватит уже. Кемаль. Дорогой, не сходи с ума, а? Сынок, подожди, ты остановись. Мам, пусти. Ушло время указать ему место этому подонку. Добро пожаловать, Тунчик. Привет. Ты еду готовишь? Ну, не совсем еду. Обычные макароны. Как дела на работе? Да и Люль была как обычно. Да я ведь не за это интересуюсь. Да ладно. Я так, к слову, спросила. Да и эта женщина больше меня никак не касается. Да, ты так говоришь, но... Мне кажется, что и Люль вновь что-то замышляет. А в чем твоя проблема с Эй Люль? Почему ты так заостряешь на ней внимание? Ну... Я это для тебя. Тунч, ты же знаешь, что меня это больше не волнует. Однажды она захлебется в своем зле. И я буду кайфово наблюдать за этим. Господин Ферман? Да. Я закончил работу. Если больше ничего не нужно сделать... Да, можешь идти. Хорошо. Тебе тоже. Да. Да. Господин Ферман, я Я купил это для вас В качестве благодарности В тот день вы ведь меня защитили перед господином Усманом Я очень провинилась Да не нужно было Но мне захотелось как-то Конечно, вас не подобает, но... Откройте Я предупредил тебя Сказал держаться подальше от Бахар Как ты все еще смещаться здесь? Я чтобы дочитываться перед тобой? Послушай меня, Берат Это уже начинает меня злить В чем твоя проблема? Объясни мне Что ты пытаешься сделать? Кто ты такое? Кто ты, чтобы указывать мне, что делать, а? Послушай меня Кемаль Ради Всевышнего Пожалуйста, умоляй, не надо Ради Всевышнего, сынок Пожалуйста, не надо Пусти Бахар Пошло время указать ему его место Иди сюда, подонок Иди сюда и покажи мне мое место Сынок, пожалуйста, не надо Пожалуйста, сынок Кемаль, пожалуйста Пусти, мама Иди сюда, подонок Если мужчина, иди сюда На свой подарок Думал, я не узнаю, что ли? Какая же ты падаль оказалась, а? Я не отправил никакой подарок? Не надо врать, тварь Ну все, тебе конец Кемаль Стой, помогите Нет, что ли, никого? Пожалуйста, пустите друг друга Пожалуйста Все могут допускать ошибки Ты ведь дал второй шанс Феридея Чтобы она переосмыслила свою жизнь И начала все с чистого листа Почему я не заслуживаю этот шанс? Ты что, себя с Феридея на равных, что ли, держишь? Я себя ни с кем на равных не держу Мне просто интересно, что стоит за всей этой игрой Бывшая возлюбленная Дженейта возвращается к нему внезапно И в то же время приходит Атэш, который раньше со мной спал Тебе все эти совпадения не кажутся странными? Хватит уже обращать внимание На все эти глупости и секреты Ты посмотри на то, что происходит Если этот секрет раскроется Наши с тобой жизни будут испорчены Когда я была вместе с тобой, у тебя была жена У тебя была семья Для нас двоих будет совсем нехорошо Если этот секрет раскроется Ты потеряешь свою репутацию А это свой второй шанс И кстати говоря Твоя жена рассказывала о каком-то видео В каком видео? Эйлюль, я ни о чем не знаю Должна быть сказала, чтобы запугать тебя Да не суть Так же как ты все ставишь на то, чтобы защитить Фериде Я тоже готова на все, чтобы не потерять Дженейта Извиняюсь Я просто закончил работу над документом Говорила господин Отешоп Хорошо Я жду у себя Ну ладно Лишь с одним условием я готов этот секрет до конца дней скрывать Фериде Если ты притронешься к ней, то Клянусь, я все раскрою Поверь мне То, что я могу потерять Это не так много, как то, что ты потеряешь Конечно, ты не знаешь, как ты обходился со мной в том отеле Какая же ты падаль, оказалось Какой же ты бесчестный, а? Тималь, пожалуйста Слушай, ты мне не брат, слышишь? Ты не брат Я уничтожу тебя, тварь Я тебя уничтожу Не надо Пожалуйста, сынок, не надо Кемаль Совсем, что ли, я для тебя ничего не знаю, что? Совсем, что ли, ничего? Пожалуйста, пустите друг друга Не надо, пожалуйста Больше не будешь подходить, Бахар, слышишь? Иначе я тебя убью Ты понял меня? Я тебя убью Пойдем, Бахар Пойдем Сыночек Это для вашей машины Это декорация для машины Прилепите ее к стеклу Красиво Да, декорация для машины Правда, прикольно Слушайте, если не понравилось Я же сказал, понравилось Ну, вы же смеетесь А что, смеяться это плохо? Я думал, что сегодня меня ничто не рассмешит Спасибо Ну, вам понравилось, значит Правда, прекрасный подарок Спасибо Зачем ты это сделал? Зачем, а? Хватит, Бахар Не хочу, чтобы ты жалела его Он давно напрашивался на это Я сделал то, что правильно было Давай Давай, сынок Давай, пойдем Сынок, что вы сделали, а? Давай, сынок Ты не занят? Нет. К сожалению, я не смогу участвовать в завтрашнем совещании в Бурте. Почему? Что случилось? Какая-то проблема? Да, развожусь с женой. У нас же она, он между собой. Кое-какие проблемы. Чтобы разобраться с этим, у нас будет совещание с адвокатами. Понял? Жене, между мной и Фериде, как я и сказал ранее, меня это не касается. На самом деле касается, потому что в Бурше вы завтра поедете вместе. Откуда это взялось? Ну а вот, потому что Фериде моя ассистентка. И там, где меня не будет, она будет меня представлять. Все так просто? То, что было между тобой и ней, осталось в прошлом. У тебя теперь другая женщина. Вы вместе отправитесь в Бурсу. Тоже я стал перед тобой. Это же всего лишь работа. Да. Ладно. Вам тогда завтра удачи. И увидимся. Господин Атэш. Вам пристали кое-что? Спасибо. Как раз и ждал. Нет, Назире, ничего важного, да ты просто не пришла, ничего не сказала. И я начала переживать. Что-то важное произошло? Что такое? И голос у тебя какой-то плохой. Да нет, сестра, со мной это все нормально, да. Сыну моему немного плохо. А что с ним? Что-то важное? Хочешь, я приду? Нет, нет, правда, нет. Он не в порядке, но сейчас мы справляемся. Спасибо. Послушай, Назире, если ей что-то, а ты не говоришь, я обижусь. Нет, нет, правда, сестра, нет такого. С нами два месяца нормально, но ты не вдумаешь сюда приходить, ладно? Ну и прости нас, пожалуйста. Я посмотрю, как сыночек, ладно? Давай, сестра, пока. Ладно. Давай, выздоровление. Господь Разухре звонила. Интересуется. Спрашивает, что случилось. А что мне нужно было сказать ей? Что ее сын и мой сын поздорили? Что бы она боялась, что ли, а? Сынок. Берат. Сынок, куда ты опять? Садись. Не вмешивайся, мама. Слушай, опять у тебя проблемы, что ли, будут, а? Садись. Послушай меня. Садись. Не вмешивайся. Берат, я сказала. Грамофон или как это называется? Ты отправил ей. Да, я. Я отправил. Я люблю Бахар, пускай все знают, я не буду скрывать это. Хватит, а? Твое же мое, а? Так забери мою жизнь, чтобы я подохла. Давай, чтобы я умерла к чертям. Слушай, прекрасно получилось. Здорово, Рученька, двоим. Кушай на здоровье. Кто это, интересно? Почувствовал запах еды, да? Да, запах, правда, очень приятный. Ферде приготовила? Да, Ферде приготовила. Причем с особенным соусом. Объедение. Может, Ферде взять в качестве повара к нам? Хочешь, я тебе тоже сделаю? Нет, спасибо, Ферде, я не голоден. Ферде. На совещании в Бурсе по поводу отеля мира вместо меня поедешь? Ты с Джунейтом. Как это? Они же думают, что я твоя любовница. А ты меня с Джунейтом в Бурсу, что ли, отправляешь? Не злись ты сразу. Мне кажется, это прекрасная возможность, чтобы тебе заявить о себе. Стоит не рассказать о себе, я утопаю лишь больше. Ферде. Джанан все рассказала. Тебя оправдали. Не о чем тебе переживать. Джунейт наверняка понял свою ошибку. Тогда одно и то же. Они понимают свои ошибки и приносят извинения. А потом мои люди придумывают новую игру. Мне это уже надоело, надоело. Ферде. Послушай, это работа. Надо, пожалуйста, ни с чем другим путать, ладно? Если бы я мог, я бы поехал сам. Но ты знаешь, что я сейчас развожусь со своей женой. А что с ней не так? Да откуда мне знать? Застрел на чем-то свое внимание. Ферде же наивная, много еще головка не понимает. Как никак она к такому не привыкла же. Мне кажется, будто она враждебно ко мне относится. Что случилось? Да забудь ты, не обращай внимания. Это же женщина. Обязательно найдет какой-нибудь повод, да? Макароны? Я же сказал, не хочу. Ты многое теряешь. Иду. Да иду я. Что такое, Берат? Ты отправила граммофон Бахар. Берат, я... Антан, я тебе задал вопрос. Да или нет, быстрее отвечай, ты отправила. Да, отправила, но... Я просто хотела расстроить Кемаля. Или вы повздорили. Берат, правда, я не хотел этого, я тебе клянусь. Рот закрой свой. На самом деле, правильно сделала. Что? Что? Эй, Илюль. Мне нужно поговорить с тобой. Да. Мне нужно получить твое одобрение. Если ты не захочешь, то я найду другой выход. Я ничего не понимаю. Помнишь, в Бурсе будет совещание по поводу отеля мира? Да. Господин Атеш из-за процесса развода не может отправиться. И я... должен отправиться из Ферды. Так иди, дорогой. Я же не боюсь Фериде. А я подумал... Дженеид. Мы давно уже закрыли эту историю. Все кончено. А я тебе доверяю. Спасибо. Давай посмотрим фильм. Разбьюсь макияжем и приду. Хорошо. Хорошо. Только этого не хватало. Снова, что ты наберешь. Что ты пытаешься сделать? Немедленно стирай фотографии, которые у тебя на руках. Не хочу, чтобы у тебя что-то было по поводу меня. Слышишь? Малыш, успокойся. Хочешь, чтобы я удалил наше самое прекрасное мгновение? Или боишься, что я кому-то другому их отдам? Ты бы знала, что у меня еще есть. Тот летний отпуск был прекрасен. Вообще из комнаты не выходили. А твой черный бикини? Слушай, ты уже совсем сходишь с ума. Те дни никогда не повторятся. Заруби на носу. Люди, я ухожу. Немножко нужно развеяться. Целую всех вас. У него есть записи со всеми женщинами, с которыми он спит. Передай теперь будет жить, Элюль. Если ты к ней притронешься, то... Клянусь, я все это раскрою. Подождите вы. Я вам всем покажу, каково это со мной в игры играть. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ладно, спасибо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Махар, ты не расстраивайся. Лишь этого я не могу вынести. Как мне не расстраиваться, Кемань? А если бы с кем-то из вас что-то случилось? Я никогда тебя таким не видел, ты чуть не убил Бирата. Если он продолжит с тобой по пятам ходить... Будь уверен, я это сделаю. Для меня больше нет Кемаля. Все кончено. Я хочу Бахар, ты хочешь Кемаля. Что бы ты ни хотела, я во всем в деле. Пастуши, ты так говоришь, ну? Если потом опять совесть твоя проснется... Нет никакой совести. Внутри только желание отомстить. Я желаю получить Бахар. И я получу то, что я хочу. Субтитры сделал DimaTorzok